2 миллиарда 728 миллионов пополнит казну Самары. Эти средства будут перечислены из вышестоящих бюджетов. Деньги будут направлены в основном на сферы образования и культуры, а именно на доступ горожан к бесплатному образованию, на поддержку классных руководителей, на выплаты педагогам дошкольных организаций, на модернизацию библиотек, музеев и детских театров. Средства вышестоящих бюджетов учитываются в том числе на организацию образовательного процесса, поддержку детских школ искусств, детских кукольных театров, музеев и библиотек. Кроме того, увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым поступлениям на 95 миллионов рублей. За счет этих средств планируется купить квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это беспрецедентные в этом году цифры, количество самарцев, которые будут переселены, вы знаете, 3,5 тысячи человек. Но есть и определенные трудности, которые мы осознаем. Нужно найти это еще жилье, чтобы оно соответствовало тем федеральным нормам и требованиям по квадратному метру. Также в бюджет добавляются и средства, которые остались с прошлого года. Это 1 миллиард рублей. Они будут распределены по самым разным статьям расходов. Например, на содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, проведение ремонта и строительства объектов физкультуры и спорта, исполнение указов президента. В итоге, учитывая все поступления, доходы бюджета города на 2022 год составляют 26 миллиардов 358 миллионов рублей, а расходы – 27 миллиардов 366 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.